привет друзья мы сегодня отправляемся в очередное наше очень интересное увлекательное и занимательное путешествие уверен она вам понравится а точка нашего отправления станция хомякова город тула едем мы в усадьбу великого известного художника поленова поехали на часах 5 утра мы находимся на вокзале в одном из роликов я как-то вам рекомендовал если катаетесь на великах садитесь на электричку и отправляйтесь в какое-нибудь интересное место вот сейчас мы так и делаем поедем 60 километров на поезде сторону города заокс там на берегу реки находится замечательное место которое только что он назвал поленова заокск мы прибываем конечно же самый центр города на станцию под названием тарусская и оттуда 13 километров пути примерно поедем на велосипедах вы только посмотрите вид погон никого и один для нас да поэтому мы смело кушаем прямо в поезде вареное яичко полезно белочек класс кушать вареные яйца в поезде это так традиционно и так вкусно и наконец мы прибыли в город заокск проехали 60 километров на поезде выезжали мы рано 620 получает у нас был поезд кондуктор к нам кстати так и не пришел поэтому получилось что немножко зайцами мы сюда прокатились за что конечно спасибо ржд теперь нам предстоит примерно 13 километров до усадьбы поленова мы сейчас находимся в северо-западной части тульской области там где наш область граничит по реке ака с калужской областью здесь находятся помимо усадьбы поленова также еще и такие классные места как вели-гош база отдыха а также неподалеку новое интересное место под названием деревня федора конюхова всемирно известного русского путешественника вели-гошедневного русского путешественника Играет музыка Мы все ближе к нашей цели. Поленово всего лишь 3,5 километра. И вот как раз я говорил, в 3 километрах отсюда Вилигош. Классный курорт в Тульской области. Экологически чистое место, ребята. Здесь замечательно. Мы все ближе и ближе к Поленово. Сейчас мы заехали в деревню под названием Страхово. Рядом с Поленово находятся две деревушки Страхово и Бехово. С этими поселениями жизнь Поленово была тесно связана с жителями, с крестьянами, с крестьянскими детьми. Сейчас мы взглянули в сельский магазин. Вот такой вот. Даже не скажешь, что здесь есть магазин. Подъедем к школе поселка Страхово, которая носит имя Поленово. И сейчас мы посмотрим на шикарную панораму. Церковь стоит в очень живописном месте. Просто посмотрите на это. Какая красота. Памятник архитектуры 18 века. Свято-Знаменская церковь. Очень красивое здание. А вот собственно и школа, которая носит имя Василия Дмитриевича Поленова. Здание, конечно же, отремонтировано. В те времена школа выглядела несколько иначе. В те времена вообще школы были в виде обычной избы. Тут вот так. Такая красота. И стоит она на холме. Прямо туда такой обрыв шикарный. Посмотрите. Очень-очень серьезный спуск вниз. Леса. И вот здесь колокольня. Нам еще сегодня очень повезло с погодой. Прям солнечный день. Голубое небо. Красота, ребят. Ветра нет вообще. Просто идеально. Утром, конечно, было холодно. Плюс 10. А днем будет уже 23 градуса. А может и больше. Вот такая церквушка. Здесь какие-то древние, очень старые камни, которые представляют собой ценность архитектурную. Ну а мы отправляемся дальше. Поленово уже совсем-совсем рядом. Заокский район. То место, где находится усадьба Поленова, можно назвать природным музеем среднерусской равнины. Здесь самое лучшее, что есть. Чистая река. Экологически незагрязненный район. Здесь нет никаких производств. Красивые места. Холмы. Леса. Грибные леса, ребята. Здесь богатые москвичи любят покупать себе и строить дачи. Поленов выбрал это место неспроста. Когда мы приедем и вы сами увидите, что там есть и какая там красивая природа, я думаю, вы согласитесь с его выбором. И вот так выглядит въезд. Объезд Поленова. А вот здесь уже шлагбаум. Шлагбаум открывается. Просто сейчас еще раннее утро и он закрыт. И прямо через лес мы приедем к административному зданию, к парковке автомобильной. Она платная, кстати. Вот. И буквально 500 метров и мы в усадьбе Поленова. Здесь, друзья, наичистейший воздух. Просто вот шикарно, шикарно. И, если честно, у меня возникла такая аналогия с Турцией. Поленова, Заокский район, почему-то ассоциируется с Турцией. Не просто так, а потому что здесь холмы, сосны, чистый воздух, красивая природа. Я в Турции видел именно такое. И вот, собственно, березок только там нет. У нас здесь они есть. Поэтому вот такая ассоциация. Прямо перед нами административное здание, камера хранения. Ну, а если у вас крупногабаритные рюкзаки, очень большие, то их надо сдавать, если вы планируете посещать экспозиции. Вот так выглядит вход в усадьбу Поленова. Еще, кстати, в этом административном здании есть кафе. Отзывы разные. Кому-то нравится, кому-то нет. Естественно, оно не дешевое. Учтите это. Мы с собой перекус везем в рюкзачках. Какая здесь красивая аллея. Вход в усадьбу, на территорию усадьбы свободный. Оплачивать нужно именно посещение зданий Большого дома, Адмиралтейства и всего остального. Смотрите, какая красота. Это курятник. Какая крыша, ребят. Солома. Потрогаю. Такое нечасто увидишь в наших краях, подобную крышу. И ведь не протекает. Сейчас перед нами слева будет здание под названием Коровник. Просто емко Коровник. Вот, посмотрите. Такая же стилизованная сенная крыша. Но туда заходить как бы нельзя. Но тем не менее, выглядит интересно. Вон там сенной сарай. Деревянный старый. Коровник ходить нельзя. Коров там сейчас, естественно, нет. В этом нет необходимости. Это здание просто административное. Ну и дальше, собственно, сарай. Курочки кудахтают. Нам, кстати, только что сделали такое небольшое замечание, что по территории парка на велосипедах ездить нельзя. То есть велики возим рядом. Позади меня здание. Называется фахверк. Или фахверк. Точно. Не знаю, как правильно сказать. Слово нерусское. Суть его в том, что здесь деревянные столбы, а внутри все выложено камнем на глиняном растворе. Вот это фахверк. Внутри выставка. Вход, естественно, в каждое здание здесь платный. Еще такой момент. Здесь везде, в каждом здании внутри нужно оплачивать фото и видеосъемку. По-моему, билет стоит на фото 200, на видео 500. Но точно не помню. Информация у них есть на сайте. Поленов прожил 83 года. Вторую половину жизни он жил здесь, в этом месте. Сам он родился в Санкт-Петербурге. Жил в Москве. И, в общем-то, когда стал более-менее известным, знаменитым, приобрел землю вот здесь, на берегу Аки. Радиус он в 1844 году. Поленов, кстати, был очень великим путешественником. Он побывал в Святой Земле, Константинополе, современный Стамбул, Греция, также Египет. И все места, которые он посещал, он там, собственно, свои картины рисовал. Одна из известных серий картин – это цикл жизни Иисуса Христа. Явление Христа народу. А перед нами сейчас открывается большой дом. Вид на большой дом. Собственно, здесь Поленов жил. Смотрите, какое красивое здание. Трехэтажный дом. Полный исторических артефактов, музейных экспонатов. Ну, в общем, место интересное. Но внутрь приезжайте, сами зайдете, посмотрите. А вот это красивое здание называется Аббатство. Почему Аббатство? Ну, собственно, ответ на это знает, наверное, только сам Поленов. Но теперь уже не расскажет нам. Здесь была его мастерская. В этом месте он творил. И не просто творил, он еще здесь и жил параллельно. Хотя дом рядом. Повсюду цветы, ломбы. А впереди, прямо по центру, на кругу, стоит огромный камень. Сейчас мы к нему подойдем и почитаем, что там написано. Субтитры создал. Здесь, уважаемые, проходил передний край обороны, когда фашисты в 1941 году шли на Москву. Они дошли до города Таруса, что находится на другом берегу Аки, позади меня в нескольких километрах. И, собственно, в этом месте они были остановлены. Усадьба Поленова пострадала, немцы обстреливали, некоторые здания посекло осколками. В общем, после войны состояние усадьбы было, конечно, к сожалению, плачевным, но все это восстановили. Это место еще и героическое. Поленова современники, да и, наверное, потомки называли рыцарем красоты. Он рисовал все настолько классно и красиво, что вот прослыл рыцарем. Позади меня детский домик. Классный домик, да? Избушечка. Аллея хвойная, сосновая. И вот мастерская. Здесь вход в мастерскую. Нас тут попросили лишний раз с велосипедами на центральной площади не ходить, чтобы своим видом не портить панораму. Смотрите, как красиво. Какая поляна, скамеечки. Да. Внутри картины. Работает с 11 часов по Басту. Место такое прям умиротворяющее. Вы только посмотрите, какая здесь красота. Там внизу проходит река Ака. Луга. Это вот аббатство с другого ракурса. И, собственно, большой дом. Также с другого ракурса. Повсюду цветочные клумбы. Они и тогда были. Здесь прям невероятное количество разных видов цветов. Я, честно говоря, не очень их разбираюсь. Поэтому название не подскажу. Но прям впечатляет. Красота. Поленов Василий Дмитриевич. Закончил с золотой медалью Академию художеств. Выиграл пенсионное путешествие за счет Академии художеств по Западной Европе. И знаете, какой продолжительность имела это путешествие? Шесть лет. То есть шесть лет путешествовать по Западной Европе бесплатно. Это прям невероятно. Он побывал во Франции, Германии, Италии. Чуть позже уже не в рамках пенсионного путешествия, а самостоятельно отправлялся также в Испанию. Увидел Рим, Париж и многие другие известные красивые города. Там он впечатлился. И когда уже приобрел эту усадьбу, каждое здание здесь он планировал сам. И в каждом здании есть дух этой самой Европы. То есть они построены с его точки зрения, с точки зрения Поленова, в скандинавском стиле. Но как бы по факту здесь примесь большая западноевропейских стилей архитектурных. Фальцевая крыша. Этим зданиям больше ста лет. Еще раз напомню, конечно же они реставрировались, но в любом случае выглядят очень-очень красиво. Заселился в эту усадьбу Поленов в 1892 году. Называлась она в те времена Барок. От слова Бор. Бор – большой хвойный сосновый лес. А Барок – это маленький сосновый лесок. Барок – лесок. Так называли ее Барок при жизни Поленова. Это уже впоследствии переименовали в усадьбу. Еще забыл сказать, Поленов побывал в Швейцарии. И вот она его тоже очень и очень впечатлила. Отсюда видна уже река Ака. О, немного, если вам видно, между деревьями. Просто обалдеть. Очень красиво. Чистейший, свежайший воздух. Теперь я понимаю, почему Поленов прожил 83 года. Потому что здесь невероятная природа. Здесь реально классно. А это конюшня. Вот она, конюшня. И каретный сарай. Вот она. Поленов, кстати, был не просто художником. Он еще и герой Отечества сражался в 1876-1877 годах в сербско-турецкой войне в качестве добровольца. Получил несколько наград за храбрость и какие-то еще. Привез кучу старинного оружия с этой войны. Ну, как старинное. На момент войны оно, конечно же, было не старинным. То есть повоевал неплохо. Хотя Сербия в этой войне, к сожалению, проиграла. Но, тем не менее, Поленов себя там проявил. Так что человек реально был очень крутой. Василий Дмитриевич Поленов это место не купил. Изначально этой местностью владела крестьянская община. Продать эту землю Поленову она не могла. Но в итоге Василий Дмитриевич поменялся с крестьянами. Купил им чуть в стороне в два раза больше земли. И взамен забрал землю под усадьбу. Здесь он ее полностью строил, проектировал. Сейчас мы подойдем к Адмиралтейству. Вон то интересное здание за деревьями. Пойдемте прогуляемся. Когда Поленов путешествовал по Святой Земле, по Ближнему Востоку, то, что я говорил ранее, Турция, Константинополь, Египет, Сирия. Он был на море. Море ему впечатлился. И захотел дух моря чувствовать и у себя в усадьбе. И вот перед вами Адмиралтейство. Здесь настоящий якорь. И штурвал корабля. Здоровенный штурвал, я вам скажу. Вот еще один якорь. Смотрите, это просто титанический. Тяжеленькая цепь. И сейчас здесь демонстрируется диорама. То есть Адмиралтейство это очередной выставочный зал с произведениями Поленова. Диорама это картина, которая днем такая, вечером другая. Ну это, конечно, радость платная, поэтому, чтобы зайти внутрь и посмотреть, нужно заплатить. Цены меняются, поэтому озвучивать их не буду, не вижу смысла. Можете на сайте усадьбы Поленова все это посмотреть. Там, кстати, классный 3D-путеводитель. И, в общем-то, куча всякой-всякой информации. У Поленова, у каждого члена семьи была своя лодка. До 7 лет одного вида. После 7 лет детишки получали более, скажем так, серьезную и навороченную лодку. И была у них целая флотилия армада Поленовых. И эта эскадра выплывала на Аку. Поленов, естественно, был капитаном, а дети были матросами. И капитаном он был довольно-таки строгим. Судя по той информации, что я узнал перед тем, как отправился в эту усадьбу. Василий Дмитриевич был из известной дворянской семьи. То есть его род по материнской и по отцовской линии это также были дворяне. Люди не простые, не бедные. Отец Поленова был дипломатом. Мать была художницей. Как бы, сами понимаете, унаследовал ее таланты. Поленов пережил тяжелые годы уже на склоне своих лет, когда в нашей стране произошла революция. Тогда перестала существовать Российская империя. Появилась республика СССР. Поленов дружил с крестьянами. И, возможно, эта дружба сыграла большую роль в те сложные годы, когда революция в нашей стране случилась. То есть всем тогда было страшно, всех обеспеченных богатых людей. А Поленов на тот момент был очень богат. Потому что прославился благодаря своим талантам. В общем, всем тогда было страшно. Боялись, что придут раскулачивать, разграбят усадьбу. Вот Поленов также волновался, не спал. Дежурил ночами всей семьей. Смотрели, чтобы никто со стороны деревень к ним не пришел. Ну, к ним, собственно, никто, благо, с дурными намерениями и не явился. Потому что этот человек уважал крестьян, уважал их труд. Ценил их детей, основывал школы, помогал, давал театральные представления. Крестьянские дети были актерами в этих представлениях. В общем, нелегкие годы в нашей стране Поленов пережил, скажем так, достойно. И более того, он один из первых, кто получил звание Народный художник Республики. Республики СССР. При царе Поленов хорошо жил. И СССР его труды и талант также оценил. Многие деревья были здесь высажены. Ну, соответственно, при Поленове. Все эти ровные линии, красота. Да, здесь ландшафтный дизайн во всей его красе присутствует. Еще такой момент. Я был в Ясной Поляне. Да, это тоже известное место, где жил и творил Лев Николаевич Толстой. Но, честно, мне Поленово понравилось больше. То есть Ясная Поляна надо посетить обязательно, если вы будете в Тульской области. Легендарное место. Но в Поленово как-то красивее, приятнее, я даже не знаю. Интереснее здесь. Обязательно приезжайте в Поленово. Вам здесь точно понравится. Вон там, ребята, это не мельница. Это обычная водокачка. Просто ее, скажем так, зашили, закрыли, чтобы было красиво и гармонично. А вот здесь находится лабиринт. Это место называют лабиринт. Рядом с лабиринтом находится и летняя сцена. Или, в кавычках, греческий театр. Перед вами, уважаемые друзья, выступает инспектор пляж. Знаменитый блогер. Все меня знают. Потому что там, где я, там пляж. Там, где пляж, там я. И сегодня я расскажу вам страшилку. Маленький мальчик по речке плывел. Дед Афанасий достал пулемет. Выстрел раздался. Взметнули сверх ручки. Будет обед. Не кормим лежучки. И страшилка номер два. Маленький мальчик на вишню полез. Дед Игнатий скинул обрез. Выстрел раздался. Дедушка упал. Сзади мальчонки. Отец прикрывал. Руки сняли. Надеюсь, вам понравилось свое представление. Я, честно, старался. Спасибо. Сколько у меня зрителей. Вы только посмотрите. Полон зал. Овации. В 1939 году усадьба Барок была переименована в музей-усадьбу имени Поленова. Вот такая вот дата. Дальше, как я говорил, усадьба пережила годы войны. Пережила, скажем так, немецкие удары, взрывы, осколки. И сейчас здесь просто невероятная красота. Огромное количество разных цветов. Красивые растения. Хвойные деревья, лиственные. То есть все прям, ну, впечатляет. Очень впечатляет. Приезжайте. Приезжайте сюда. Еще раз повторюсь. Здесь можно просто побродить. Совершенно бесплатно. Никто вас не заставляет посещать, смотреть картину. Но, конечно, это для общего развития, да и для понимания того, насколько талантлив был Василий Дмитриевич Поленов, нужно. Обалденное место. Гуляя по усадьбе, повсюду можно встретить скамеечки, тропинки. Здесь просто можно гулять, наслаждаться, кайфовать. Потрясающая природа. Поют птички. Если поедете в Поленово, то, конечно же, выбирайте теплое время года. Май, июнь и так далее. Ну, либо осень. Здесь она также прекрасна. И вот пришло время нам выйти к воде и устроить пикничок на пляже. То, что я люблю. Наконец-то, друзья, инспектор пляж пришел на пляж. Я на настоящем пляже на реке Ака. Песчаный, классный, обалденный. Вот сюда приходил Поленов, отдыхал, любовался рекой, видами. Отсюда он на лодках, на своей великой флотилии Поленовской отправлялся в плавание по реке. А мы сейчас видим, плывет экскурсионный кораблик с названием Михалыч. Он там чуть повыше, находится пристань. Там была остановка у этого кораблика только что. На экскурсии сюда возят людей. С той стороны палаточники, водные развлечения. Вон они. Как бы народ приезжает сюда отдохнуть, кайфануть на берегу реки Ака. На этой стороне, где я сейчас нахожусь, здесь Тульская область. На том берегу уже Калужская область. Река как граница между областями. Вам здесь нравится? Да. Заход песчаный, плавный. Возможно, я попозже решу искупаться, но пока мы идем кушать. У нас, ребята, новый пляжный, кстати, лайфхак. Вот такой вот термопакет. Такая интересная штука. Внутри фольга. И опаньки. На жаре у нас холодное мясцо. Кайф. Сейчас будем пить чай с бутиками. Это круто, пляж Поленова. Песчаная крепость на берегу Аки. Крепость имени инспектора пляж. Здесь, друзья, атмосфера тусовки, атмосфера отдыха. Это кайф. Классно. Я первый раз на Аке, хоть и живу не так далеко, в принципе, не доводилось. Столько мимо проезжал, а сейчас походил по пляжу, пощупал водичку. Здесь обалденно. Здесь курсируют кораблики, катера. Из города Таруса плавают на экскурсии люди. То есть можно доехать на машине до Тарусы и прокатиться по Аке. Пейзажи обалденные. Поленов не просто так выбрал это место. Оно реально невероятно красивое. Пришел момент. Инспектор пляж. Идет купаться в Аке. Погнали. Спустя пару часов тусовка на пляже обороты только набирала. Субтитры сделал DimaTorzok Пляж здесь настолько крутой, что сюда приходят и делают свадебные фотосессии. Катамаранщики плавают. Смотрите, ребят. Бананщики со стульчиками. Класс. Вот такой десантный корабль приплыл к нам на пляж Поленова. Аль-Таир. И вот десант пошел. Так народ развлекается. Вот на таких вот самодельных плавсредствах. Аль-Таир привез кучу туристов. Вон они стоят. Сейчас организованно пойдут в Поленово. И вот мы уехали с пляжа. Едем в сторону деревни Бехова. Вдоль берега Оки идет тропа. Здесь можно гулять и любоваться на реку. А деревня Бехова, куда мы сейчас держим путь, там похоронен Поленов и его семья. Также там красивая церковь и высокий обрыв. Вот здесь пирс. Сюда привозят также туристов. Вот такая здесь пристань небольшая. Ее было видно с пляжа. Да, здесь не только в Поленово, а вообще вдоль реки Ака полно пляжей классных. Если у вас есть плавсредства, то можете захватить собственный пляж. И там тусоваться без людей. Мы, конечно, были на самом многолюбном пляже, потому что он выходит прямо из усадьбы. Лайфхак. Приезжайте в Поленово с утра, прямо к открытию. Чем раньше приедете, тем меньше народа. Ну и судя по разговорам других людей, не только нас одних, удивляет огромное количество народа здесь. Ну опять же, сегодня суббота, наверное, поэтому столько людей. Ну что ж, резюмируя, в Поленово есть чем заняться, особенно летом. Пляж здесь классный, купаться здесь интересно, весело и не скучно. Виды панорама обалденные. Река сказочная. Сейчас будем заезжать на холм. А это обзорная площадка в Бехово на холме, с панорамой на Аку. Внизу пляж. Мы пришли оттуда, километр примерно, может чуть побольше. И скажу сразу, затащить на этот холм велик было тяжело. Здесь есть организованная лесенка вниз. Или тропа рядом, как раз, чтобы на великах дойти. Панорама просто космическая. В поселке Бехово находится могила Поленова. Вот здесь такая часовинка, рядом с ней, собственно, семья Поленовых и похоронена. Это Василий Дмитриевич и Наталья Васильевна Поленовы. 927-й, она в 1931 году умерла. Это Бехово. А это церковь Святой Троицы в Бехово. Сам Поленов принимал участие в строительстве этой церкви. Очень красивое здание. Также им больше 100 лет. Красноярск. Какая покольня здесь, какая красивая, в интересном стиле церковь построена. Субтитры создавал DimaTorzok Это детский лагерь, республика Поленова. Лагерь для хороших детей, хороших и послушных. Наше приключение на сегодня для вас в видео заканчивается. Впереди у нас еще 15 километров на велосипедах, 60 километров на поезде, потом еще 5 километров на велосипедах. Ну а дальше награда в виде шашлыка дома на мангале. Но это уже останется за кадром. Я с вами прощаюсь, друзья. Надеюсь, ролик вам понравился. Очень надеюсь, что вы посетите Поленово. Это замечательное, красивое, атмосферное место. Всем пока. Не забываем подписаться. Жмем лайкос. И до скорых встреч в новых старых роликах на моем канале. Инспектор пляж. Благодарить вас за просмотр. Субтитры подогнал «Симон»